Решение вопроса рассматривали, что вопрос, что касается проведения конкурса и предназначения на посаду начальника управления Тавриша Юрия Викторовича Даховна. Почему этот вопрос поднимается? Значит, в нашей комиссии предыдущий был принят вопрос о включении к письмному голове, значит, по ходу, что признали корпуса о проведении, о замещении ваканских вопросов начальника управления Тавриша Юрия Викторовича Даховна, в Суваке, за какие-то угробные порушения. На что, я так понимаю, вести глава нам не ответил, с членом комиссии. Ребята, можно потише. Не ответил, не ответил, не привет, как говорится. При этом, при этом, на сегодняшний день уже призначен начальник управления. Тем более, я как депутат Городского совета написал заявление о своем правоохранительном органе, где оно внесено в ЕРДР. И сейчас этот вопрос будет рассматриваться правоохранительным органом. Поэтому, я считаю, что этот вопрос сейчас надо рассмотреть. Хочу услышать мнение членов СЕРД. На ТВ, сейчас уже пришел Юрий Викторович. Пожалуйста, Юрий Викторович, идите на вопрос, членом депутатской комиссии. Давайте, у меня есть вопрос. У меня есть вопрос, и сразу предложение. Я вообще, с учетом того, что мы поставили на прошлой комиссии вопрос о том, что мы считаем, что конкурс проведен с нарушением членового законодательства Украины, с постановой комитета министров. И я считаю, мое личное мнение, я думаю, что коллеги меня поддержат, о том, что до момента того, пока депутатская комиссия, правоохранительные органы не дадут свое заключение о том, что по результатам конкурса, а мы на комиссии их признали незаконными, поэтому предложили создать непосредственно депутатскую комиссию на сессии городского совета, рабочую по изучению этого вопроса. Тимчасово, да, комиссия контрольная. Поэтому я считаю, что, я, к сожалению, не знаю, как зовут молодого человека. Юрий Викторович, мы, конечно, прекрасно понимаем, что вы сегодня приняли на работу в ООО, которая единогласно директора этого ООО приняла сам решение нарушения всего законодательства, которое только может быть в ООО. Поэтому, секундочку, я вас не обзывал, я никого не обзывал, ничего, поверьте. Я очень толерантен, я очень толерантен. Принят в ООО, так что я думаю, что вам нужно работать в ООО, там, куда вас приняли. Вы пришли сегодня на заседание депутатской комиссии, и комиссия прекрасно знает, это может платить председатель, что у нас управление с питанием управления коммунальной властности, это есть выполняющий орган МИСКОЙ Рады. МИСКОЙ Рада вас принимает на работу, извиняя из работы. Вы должны это зрозуметь. И одну плату вы отримуете, если вы будете отримывать не в ООО, а в МИСКОЙ Раде. Поэтому есть предложение сегодня проголосовать. До того момента, пока не будет выявлено все вот эти факты, и не будет дано заключение закона или незаконно, покинуть заседание нашей комиссии, так как мы вас сюда не приглашали. Это здесь собрались депутаты городского совета и члены. Игорь Николаевич, я не закончил. Я приглашал. Я не закончил. Мы вас сюда не приглашали. Если вы приглашали, приглашайте к себе домой. Это не частное сомнение. Сегодня мы снимаем ассольное выступление. Вы не можете отвечать на это. Дайте, я закончу. Не заставляйте меня повышать голос. В ходе тарак. Дома все я буду замечания делать. По поводу в ходе тарак. Или скорочка депутата городского совета. Тогда тебя громада придает. Значит, я предлагаю поставить вопрос на голосование. О том, чтобы уважаемый приглашенный вами человек сегодня покинул заседание комиссии, а мы будем работать только с теми легитимными руководителями и работниками управления, которые действительно легитимно назначены. Поэтому прошу поставить вопрос на голосование. Кроме ваших еще существуют другие мнения. Кто вы скажете? Вы скажете, можно? Давайте сейчас депутаты выскажут. Давайте сейчас. Ивровик, почти нервничай. Вы посылаете там начало только, что вы представляете. Кто еще? Можно я скажу туда, как бы, мы не имеем права легитимные или легитимные. Наверное, кто-то слышит, что имеет право. Откределись, что легитимные, а кто негативные. Я думаю, может дождаться надо каких-то расследовательных, расследовательных комиссий, и потом после обыскного комиссии уже делать какие-то... Я же об этом не говорил. Вы использовали, дайте другие. Можете помолчить. Владислав. Все, понятно. Отключи, где вай-фай пошел. Я считаю, что человек назначен. Есть назначение? Конечно. Он имеет полную оправу заходить здесь и принимать участие в работе в комиссии ОЖКХ. Полная оправа на юридическое основание. Вячеслав. Вячеслав. У нас высказывается в каком-то условии. Катерина, можно я тоже это бороться? Можно, да? Только что секунду. Давайте будем корректными по отношению к городскому голове, по отношению к городскому совету. Не давайте ярлыки быть толерантными. Есть распоряжение мэра про назначение чиновника. Правильно, неправильно. Это определит суд. Когда он определит, тогда будем принимать какие-то меры. Давайте все-таки вести себя корректно. Это первый пункт повестки дня. Нам надо идти до последнего. Я считаю, Юрий Викторович имеет право как законно назначенный на сегодняшний день руководитель управления участвовать в работе в профильной комиссии. Уважаемые коллеги, я бы хотел поднять еще вопрос. Скажите, неоднократно на комиссии мы принимаем определенные решения. Наши решения идут. Как в исполнительные органы у вас, так и в другие. Значит, скажите, на сегодняшний день сколько мы принимали решения и даже последнее решение о том, что обращались к местному голове о том, что хотя бы даже как местная голова должен был сделать служебную проверку, проверить полностью правильность проведения конкурса и подготовить нам какой-то ответ. Что сделано не было. Опять же, очередной факт того, что игнорирование решения депутатской комиссии факт сам налицо. Поэтому, я считаю, я поддерживаю Игоря Николаевича в этом вопросе. Мое личное мнение, согласно все жители города Николая, средства массовой информации, я думаю, изучили ответы на билеты, как проводился конкурс. Я думаю, что специалистов в следующий раз не надо. Поэтому, мое личное мнение, назначение сегодняшнее местным головой начальника управления считаю, что он незаконный. Мы об этом попереджали. Я думаю, что правоохранительные органы дадут свое заключение в ближайшее время. А я хочу сказать одно, что я действительно, я не готов работать с нелегитимным, на мою думу, начальником управления коммунальной власти. Поэтому, поддерживаю Игоря Николаевича и прошу, кто уже поставит вопрос на голосование. Ко своим словам, я хотел бы добавить на ваше высказывание. Не употребляйте, пожалуйста, в данном ракурсе слово «Исторада». Субтитры создавал DimaTorzok